Всем привет! Сегодня я расскажу немного о таких спиртовых маркерах среднего ценового сегмента, как скетчмаркер, стайл файл и виндзор ньютон. Начнем, пожалуй, со скетчмаркеров. Это сравнительно молодая марка, они постоянно развиваются, расширяя линейку своих товаров. Помимо маркеров и бумаги, которые они выпускают сейчас, они уже тестируют свои лайнеры, акварельные маркеры, скетчбуки, так что скоро линейка их значительно расширится. Скетчмаркеры выпускают как маркеры с наконечником пуля Долото в светло-сером корпусе, так и кисть Долото в черном дизайне. На мой взгляд, это идеальное соотношение цена-качество, поэтому если вы только начинаете рисовать, для вас это будет прекрасный вариант, чтобы попробовать этот материал. Многие отмечают, что подача чернил скетчмаркеров более сухая, экономная по сравнению с другими маркерами. И для многих художников это было даже плюсом в работе, потому что так можно лучше контролировать интенсивность цвета и усиливать ее с каждым следующим слоем. Бумага скетчмаркер это склейка из 50 листов плотностью 75 грамм. Цвета на бумаге получаются очень яркими. Не пугайтесь, что пигмент проступает на обратную сторону листа, потому что при этом он абсолютно ничего не пропускает на следующий лист, даже если наложить много-много слоев подряд. При этом бумага очень тонкая, и это просто невероятно, как она держит чернила. На обороте папки есть плотный лист картона, поэтому рисовать можно прямо на этом своеобразном планшете, но мне привычно вырывать из клейки листы и уже потом рисовать на них. Посмотрим, как скетчмаркеры смешиваются с маркерами других фирм. На мой взгляд, смешивания более чем хорошие. Особенно хотелось бы отметить маркер-блендер. Я его применяю в особо трудных случаях на всех фирмах маркеров, и часто выручает только он. Маркеры перезаправляемые, чернила, перья, корпус, все это изготовлено в Японии. Продаются они как поштучно, так и в тематических наборах с разным количеством маркеров. Кстати, данный производитель имеет широкую обратную связь с потребителями, всегда активно отвечает на вопросы, какие-то претензии. А недавно они даже проводили опрос среди своих потребителей, стоит ли им оставить все как есть, или все же увеличить интенсивность подачи чернил. Еще они обещали, что вся новая партия маркеров будет иметь нестирающиеся буквы на корпусе. Если вы покупаете набор из маркеров, а не поштучно, то вы получаете их в очень удобной черной сумочке. На ней есть ручка для переноски и липучка-закрывашка. В каждом наборе есть вот такая визитка, на которой указаны хэштеги, по которым каждый месяц производители выбирают лучшую работу и дарят победителю приз. Также в наборе лежит небольшая раскраска для пробы маркеров и выкраска. И скоро появятся новые выкраски на 389 оттенков. В сумочках старого образца маркеры лежат каждый в отдельном кармашке, что очень удобно. Сейчас маркеры крепятся в сумочку-натесемку-резинку. Я пару раз читала отзывы, что это не очень удобно, так как маркеры могут вываливаться. В целом я бы рекомендовала попробовать эти маркеры всему. Качество заливки очень приличное, перья умеренно упругие, до лото стандартного размера. И цена при этом весьма адекватная. Виндзор и Ньютон, ранее известные как Латросет, на мой взгляд, очень сильно недооцененные маркеры. Это не только про маркеры с наконечником пуля, но и отличного качества браш-маркеры с кистью. У меня набор на 12 цветов, включая блендер. В пластиковой упаковке на плотных заклепках. А в упаковке есть специальные углубления, чтобы доставать маркеры. Но мне это было не очень удобно, поэтому приходилось как бы выдавливать маркеры снизу, чтобы достать их. Вообще, Виндзоры мои первые маркеры. Первые месяца три я все иллюстрации рисовала только и исключительно этим набором. И мне его вполне хватало. Вот, например, эти иллюстрации выполнены исключительно этим набором. Кстати, скоро уже год, как я ими рисую, а у меня из него кончились только черный, серый и блендер. За их сочность цветов и долговечность чернил, я их просто обожаю. Смешиваются они очень хорошо. И еще удобно то, что, глядя на маркер, вы сразу видите, с какого конца здесь кисть, а с какого долото. Потому что наконечники и колпачки очень сильно различаются. Вот только перья со временем стали мягче, но если не нажимать слишком сильно, при работе это не мешает. Из минусов можно отметить довольно ограниченную палитру, всего 72 цвета для брашей и 148 цветов для промаркеров с пулей. Хотя лично меня это особенно не огорчает. Выпускают наборы по 6, 12 и 24 цвета. Есть у них специальный склейкий бумаг. Не нашла информацию по поводу заправок именно для брашей, так что скорее всего маркеры не перезаправляемы. Маркеры Style File это немецкая компания. Сразу хочу отметить потрясающую яркость их цветов. Например, вот этот яркий мармеладный мишка нарисован мной маркерами Style File в скетчбуке от Max Goods. Плюс у вас не возникнет вопроса, где хранить эти маркеры. У них очень удобные и хорошенькие пластмассовые прозрачные коробочки. Их можно хранить стоя или лежа, как вам будет удобнее. Обратите внимание, что название сета маркеров написано сверху коробочки. Сейчас у меня сет B, но также скоро ко мне должен будет прийти сет A и я с удовольствием протестирую и его тоже. Бывают наборы по 12, 24, 36, 48 и даже 72 цвета. Маркеры перезаправляемы. 124 оттенка, удобный корпус, приятный на ощупь, колпачки с засечками. Маркеры также бывают с кистью, светло-серый корпус и с тонким пером пулей, черный корпус. Подача чернил довольно обильная, густая, смешиваемость хорошая. Такие маркеры подойдут для ярких, насыщенных работ. Кстати, Style File тоже проводят ежемесячный конкурс в своем инстаграме. Там тоже все честно, тоже проверено. Обязательно участвуйте, рисуйте, выигрывайте маркеры. Ссылку я оставлю в описании, если кому будет интересно. Кисть очень удобная, упругая, цвета совпадают с колпачками, а такое бывает не часто, поэтому особенно ценно. Ну еще я хотела бы показать вам свой небольшой тест бюджетных лайнеров Stabilo и Rainbow и браш лайнера Touch. Я снимаю этот тест уже второй раз, потому что во время первой попытки все маркеры размывали Touch и совсем не размывали дешевые марки лайнеров. Я решила, что этого не может быть, наверняка это я где-то накосячила и не дала Touch высохнуть. Поэтому в этот раз я подождала очень долго и, как видите, картина все равно та же самая. Думаю, браш лайнер от Touch предназначен только для финальных работ поверх рисунка и для красивых каллиграфических надписей. Техника рисования у всех разная. Я, например, не обвожу карандашный рисунок лайнером вообще. То есть, как таковой стойкий лайнер мне не нужен. Хотя сейчас я подумываю над тем, чтобы заказать обычный лайнер Touch, не браш, с тонким пером примерно 0,2 мм. Если вы еще не нашли свой любимый инструмент или вам просто интересно пробовать что-то новое, то по возможности пробуйте разные фирмы маркеров. Для этого не нужно сразу заказывать огромные наборы неизвестных вам фирм. Достаточно пары штук. То, что не подходит одному художнику, может стать любимым инструментом в руках другого. Ведь у всех у нас разные приемы и способы рисования. Разная бумага, техника, цветовые предпочтения. Одни любят использовать по 30-40 оттенков для рисования одного листочка. А другие любят ставить эксперименты, рисуя двумя маркерами огромные натюрмонты. А иногда такие метания происходят и в рамках одного и того же художника. Только ваш личный опыт подскажет вам лучше всего, какой инструмент подойдет именно вам. Если вам понравилось это видео, то поставьте пальчик вверх и не забудьте подписаться. Обязательно оставляйте ваши вопросы и пожелания в комментариях. Спасибо большое за просмотр и до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok